Лишь единицы зарабатывают на Дзене больше 100 тысяч в месяц. Больше 10 тысяч в месяц зарабатывают сотни, ну может быть чуть больше тысячи человек. Все остальные, а это десятки тысяч авторов, какой десятки, может быть даже сотни тысяч авторов, перебиваются какими-то копейками, иногда не зарабатывают вообще ничего. При этом конкуренция на Яндекс.Дзен постоянно растет, то есть каждый день количество авторов становится все больше и больше. Ну и естественно, деньги, которые выделяются рекламодателями на рекламу, они распределяются теперь на большее количество авторов, То есть раньше там, допустим, несколько тысяч, теперь на несколько сот тысяч. И, собственно, главный вопрос, а стоит ли нам, авторам, в 2020 году заниматься Яндекс.Дзеном? Можно ли с этого получить какую-то прибыль будет? Или все загнется? Или, может быть, перестанут платить? В общем, есть ли смысл писать на Яндекс.Дзен в 2020 году? А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и давайте немножко порассуждаем. Итак, чтобы понять, сколько сейчас авторов пишет на Яндекс.Дзен, у которых есть монетизированные каналы, давайте обратимся просто к Арме. Итак, на сегодняшний момент это 42 939 мастеров, то есть тех, у кого есть монетизированные каналы. Еще неделю назад их было 42 895 человек. Кстати, интересно получается, вот на прошлой неделе у меня была карма 78, и я был на 869 месте, ну то есть входил в первую тысячу мастеров. На этой неделе у меня карма упала до 73, и я в два раза просто просел, у меня сейчас 1681 место. То есть количество авторов чуть-чуть увеличилось, карма чуть-чуть упала, и теперь я уже не вхожу в первую тысячу, в конце второй тысячи мастеров. У меня по сути два канала с более-менее нормальной кармой. На втором канале карма 76, и я на 1149 месте. Понятное дело, ну или не очень понятное, но карма никак не влияет на ваш заработок, ну особо не влияет. Это какой-то рейтинг каналов, но канал с низкой кармой может получать денег намного больше, чем канал с высокой кармой. Так что смысла гнаться за очень высокой кармой в принципе нет, разве что вы получите бонусные показы, которые используете. Тогда да, хоть какой-то плюс. Но в целом это такой рейтинг, просто рейтинг, в котором в принципе можно посмотреть сколько всего мастеров пишет на Дзене и на каком из них месте вы. Но помимо мастеров на Дзене есть авторы начинающие. Их там 241 тысяча, и они норовят вот-вот получить монетизацию и составить конкуренцию тем, которые уже получили эту монетизацию. Тут конечно нужно понимать, что есть каналы совсем заброшенные, которые уже давно никому конкуренцию не составляют. Но в целом, как мы видим, количество каналов монетизированных постоянно растет. Это я к чему? К тому, что число авторов-конкурентов будет только увеличиваться. Многие авторы, которые примерно как и я прикинули всю эту статистику в голове, решили, что в принципе доход на Дзене будет только падать, то есть вкладываться в него нет никакого смысла. Под вкладываться я имею в виду развивать свой канал. Многие уже ощутили критическое падение доходов и решили, что вот оно, Дзен загибается. Но на самом деле писать на Дзене как был смысл, так и остается, никуда он не делся. И заработать там как можно было, так и можно сейчас, и можно будет в 2020 году. И я сейчас объясню почему. Во-первых, Дзен не загнется. Деньги там как были, так и будут. Рекламодатели с больших компаний как несли туда свои средства на продвижение рекламы, которая используется в Директе, если быть точным, в РСЯ рекламная сеть Яндекса, в которую входит Дзен, так и будут продолжать нести. Да и сам Яндекс.Дзен как проект никуда не денется. Ну то есть, если вы обратите внимание на то, что происходит, то менеджеры Дзена продолжают свой торжественный тур по всем городам. Вот, кстати, в Уфе скоро будет Дзен понедельник. Ну то есть, если бы проект собирались прикрывать, ничего бы этого не было, никаких презентаций. А по факту сейчас это все только набирает обороты. То есть, реклама по телевизору, я недавно видел рекламу по телевизору. И если обратить внимание, то их даже не особо напрягает то, что совсем недавно они потеряли крупную сумму денег. Когда произошла ошибка, они начисли авторам вот эти вот деньги. Кстати, ролик про это у меня есть на канале, в подсказках прикреплю. Некоторые авторы успели эти деньги вывести. Балансы авторов ушли в минус. Некоторые из этих каналов были забанены за нарушение правил, но, насколько я понимаю, Яндекс Дзен с этих авторов даже не стал требовать деньги, которые те вывели. Получается, как я говорил, деньги там как были, так и остаются. Причем, похоже, у них довольно много денег. Другое дело, постоянно увеличивающееся число авторов. Ну то есть, раньше были десятки тысяч, сейчас стало сотни тысяч, допустим. И получается, вот этот вот доход, он вроде как должен на всех на них поделиться. Но нужно учитывать то, что у некоторых каналов снимают монетизацию, банят их, ограничивают статьи, ограничивают показы. Многие авторы разочаровываются и уходят с Дзена. У многих катастрофически в десятки раз падает доход. То есть, раньше он получал там, скажем, 30 тысяч в месяц, а тут стал 3 тысячи в месяц получать. Такое тоже реально на Дзене. И человек думает, блин, Дзен сдулся, ухожу нафиг отсюда. Но на самом деле тут нужно понимать, что если ваш канал приносил вам раньше 30 тысяч, а сейчас 3 тысячи, то скорее всего канал какого-то вашего конкурента, который ему раньше приносил 3 тысячи, теперь ему приносит 30 тысяч. То есть, ваши деньги просто утекли кому-то другому. Единственное, что тут можно и нужно делать, это придумать, как вернуть ваши деньги обратно. В данном случае вы конкурируете не с Дзеном, а с другими авторами, если у вас падает доход. Нужно понимать, что другие авторы, они тоже эволюционируют. И вот как пример, чтобы было понятно. Допустим, у нас есть тысяча рублей. Дзен, скажем, выделил 1000 рублей авторам. А у нас, скажем, 10 авторов. Всего 10 авторов на Дзене, 1000 рублей. И, скажем, 3 автора получали 900 рублей, то есть по 300 рублей на каждого. А остальные 7 авторов получали 100 рублей на всех. Ну, естественно, вот эти 3 автора, которые получали более-менее нормальный доход по 300 рублей, они как бы немножко расслабились такие, все идет хорошо. А остальные 7 авторов, которые не получали практически ничего, какие-то копейки, они развивались, у них была мотивация вкалывать, увеличивать свой доход, вот этот вот. И по факту со временем они просто отживали кусок пирога у этих вот трёх успешных более-менее авторов. И вот эти успешные авторы, они подумали, блин, Зен урезал нам доход. А по факту доход у них просто отобрали конкуренты. Такие же авторы, как они. Нужно понимать, что бюджет, выделяемый рекламодателями, ограничен. Он может быть больше, может быть меньше, а количество авторов, желающих заполучить этот бюджет, постоянно увеличивается. Причём увеличивается намного быстрее, чем растёт этот самый бюджет. В целом без денег трудолюбивый автор никогда не останется. Но злые конкуренты всегда могут лишить его солидной части прибыли. Это я не к тому, что Зен такой белый и пушистый, а вся конкуренция разворачивается между авторами. Зен тот ещё! И проблемы ему ваши не особо интересны. Он здесь полноценный игрок, который хочет иметь свою часть прибыли, причём за счёт вас, ну то есть нас, авторов. И вся эта нарочитая вежливость лишь показуха. Почему я так говорю? У меня тут совсем недавно состоялся пренеприятнейший опыт общения с техподдержкой, которая показала, как она любит авторов, желает разобраться в ситуации, в кавычках. Я вам об этом в следующем видео непременно расскажу. Что же касается темы сегодняшнего видео, то на Дзене можно будет зарабатывать и в 2020 году, я думаю и в 2021 году. Может быть станет чуть сложнее, я не спорю. Но мне кажется, ну вообще, согласно набирающим обороты тенденциям, заработок в интернете в будущем должен стать только проще. Причём сами рекламодатели с каждым днём готовы вкладывать всё большие деньги в интернет-рекламу. А значит и мы с вами в будущем сможем получать больший доход. Возможно, это будет не Яндекс.Дзен, возможно, это будет какая-то другая платформа. Но кому какая разница, кто ему платит деньги? Тем более после многократных обращений в техподдержку Яндекс.Дзен, я как-то часто не горю желанием оставаться лояльным к этой площадке. Вот когда они исправятся, и если исправятся, тогда да, тогда посмотрим. Ну а об их отвратительном поведении мы поговорим в следующем видео. А на этом у меня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»